Дорожная карта по безопасной дороге к школе. Ее вместе с администрацией составят сами сургутяне. Найти и защитить себя. Кто крепче и выносливее решали военно-патриотические клубы Сургутского района. Сказки народов Югры. О новых проектах Сургут Интерновостей расскажем в выпуске. Решать жителям в Думе Сургута обсудили реализацию плана по обеспечению безопасности на пути к образовательным учреждениям. Собственники домов, через чьи дворы проходят дети в школы, должны сами определить виды работ. Установка искусственных неровностей и дополнительных дорожных знаков. Параллельно обсуждается новый порядок в предоставлении целевых субсидий для управляющих компаний на придомовых территориях. Не ждать, когда собственники примут решение о комплексном благоустройстве придомовой территории, а целенаправленно выделять субсидию на какие-то установки, знаков. Может, там, условно говоря, нужно 50 тысяч на придомовую территорию, чтобы знаки поставить и перевести в порядок в части безопасности движения. А на благоустройство, возможно, 5 миллионов понадобится. Понятно, что собственникам сложнее проголосовать за 5 миллионов, например, чем получить субсидию в 50 тысяч рублей. Однако есть и вариант обязать управляющие компании делать эти работы на придомовых территориях за свой счет. А вот муниципальные проезды будут оснащать на бюджетные деньги. В плане мероприятия на 2019-2020 годы 37 учреждений, которым необходимо обезопасить дорогу. По каждому прописаны проблемы, варианты решения и сроки их устранения. По словам депутата Думы Сургута Татьяны Калиниченко, критическая ситуация сложилась на проезде Тихом. По этой дороге дети идут в сады Веснушка и Бусинка, школу искусств и гимназию имени Салманова. Здесь же находится стройка, к которой подъезжают спецмашины. Хотя подрядчик должен был сделать отдельный проезд. Они не должны по межпортальным проездам верить. Мы это два года уже просим, чтобы это было сделано. Насколько мы понимаем, Северстрой заключила комплексное соглашение на застройку этого микрорайона. И сегодня свои обязательства выполняет только администрация города, предоставив эту территорию. Фактически дома не сносятся, деревья рубятся, транспорт гоняет где хочет, правила не соблюдает. Все хорошо. Дети бедные бегают мимо строительной техники. В итоге было решено разработать дорожную карту по подобным объектам во всем городе. Ведь зачастую проблема безопасности по пути к образовательным учреждениям находится не прямо у школы, а за 100 метров, когда ребенок только выходит из дома. Сбил ребенка. Накануне в Сургуте у дома 33 на улице Пушкина водитель иномарки не заметил ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин. Столкновение произошло покасательное, а скорость транспортного средства была невелика. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего для осмотра в травматологическую больницу. Ведется следствие. А около обеда в районе дома номер 23 на улице Рационализаторов столкнулись два элитных автомобиля. Мужчина 1987 года рождения, управляя Mercedes-Benz, не учел погодные условия и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с автомобилем Lexus. Оба водителя и пассажир немецкой иномарки получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится проверка. Житель Сургутского района задержан в захоронении наркотических веществ в крупном размере. Выявили преступление сотрудники ДПС. Они обнаружили машину со спящим в дне водителем на обочине дороги. При осмотре выяснилось, что с собой у мужчины запрещенные вещества растительного происхождения. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, которое уже рассмотрели в суде и выбрали меру наказания. За совершенное преступление предусмотрено частью 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ действующим законодательством предусмотрена санкция в виде лишения свободы до 10 лет с применением штрафа до 500 тысяч рублей, а также с применением ограничения свободы либо без такового. С учетом личности подсудимого, а также тяжести совершенного преступления, Сургутским районным судом назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дети – наше все. В Сургуте подвели итоги профилактической операции подросток. Она проходила в 4 этапа – в первых числах июня, июля, августа и сентября. Именно в летний период, по мнению специалистов, можно более продуктивно оценить занятость несовершеннолетних, а также лишний раз провести профилактические беседы по пресечению возможных преступлений и правонарушений. Органами и учреждениями системы профилактики как раз были выработаны карты индивидуального сопровождения каждого ребенка, который нуждается в заботе и сопровождении в летний период. То есть на все 3 месяца, прям пошагово, мы разработали такие карты, зная, чем будет заниматься этот ребенок, куда он будет определен, для того, чтобы исключить совершение преступлений, правонарушений, естественно, чтобы продуктивно прошел отдых. Сейчас на контроле территориальной комиссии находятся 203 постановления о необходимости проводить индивидуальную профилактическую работу. В эту категорию попадают 69 сургутских семей. В них проживает более сотни несовершеннолетних. Все они находятся в социально опасном положении. Еще 134 семьи попали в трудную жизненную ситуацию. Еще один немаловажный факт. Пагубное воздействие на детей и подростков, так называемых групп смерти, в социальных сетях фактически сошло на нет. Специалисты утверждают, что снизить влияние глобальной паутины на сознание нужно уделять своему ребенку больше времени. Спорт остается одним из самых популярных способов отвлечь подростков от негативного влияния. А военно-спортивные клубы, к тому же, помогают укрепить в себе уверенность и уважение к другим людям. Кстати, защищать себя и друзей все чаще учатся девочки. А чтобы продемонстрировать то, что умеют ребята сургутского района, собрались в поселке Федоровском на Спартакиаде по военному многоборью. 12 лет работы с детьми. Именно столько проводится Спартакиада по военному многоборью. Посвятили соревнования Герою Советского Союза Тулебаю Ажимову. Соревнования проводятся в два этапа. Первый – лазертак, медицинская и строевая подготовки. Второй – самый яркий, показательное выступление. В Спартакиаде по военному многоборью участвовали 14 команд военно-патриотических объединений Сургутского района. Открою маленький секрет. У нас сегодня очень много команды депутантов, которые впервые. Потому что в этом году у нас очень много команд выпустились. Это подготовка начинающих ребят. Девочек очень много. И здесь, я говорю, всего 120 человек на сегодня. А у нас более 400 воспитанников. То, что показывают ребята на Спартакиаде – это подготовка не к конкретному мероприятию, а систематическая работа за год. То, что мы видели с вами сегодня – это результат каждого руководителя, который, несмотря на то, что имеет небольшую зарплату в этом клубе, это человек-энтузиаст, который вокруг себя объединяет наших девчонок, мальчишек и ведет такую нелегкую, сложную работу. Потому что я понимаю, что все они педагоги. Помимо этого они собирают детей, готовят. Летом они принимают участие в работе туристического лагеря. И практически каждая школа всегда принимает участие. Недобора в военно-спортивные клубы Сургутского района нет. Туда берут ребят с 8 до 18 лет. Порой сами дети, как юноши, так и девушки, стремятся попасть в такой коллектив. И несмотря на то, что больше половины воспитанников объединений не связывают свою жизнь с армией и силовыми структурами, подготовка помогает им в жизни. Есть у нас такая 37-я статья Уголовного кодекса, в которой записано, что право на самооборону имеет каждый гражданин вне зависимости от своей квалификации. И поэтому я считаю, что право на владение приемами рукопашного боя, вообще на знание тактики и тому подобное, имеет каждый вне зависимости от состояния своего здоровья. Специальные призы от телерадиокомпании «Сургутинтерновости» получил военно-спортивный клуб «Вымпел» из Федоровского. Эти же ребята победили в общекомандном зачете. Светогор из Нижнесартымского взял серебро. Бронза досталась клубу из Федоровской школы номер один. Наталья Степанова, Сергей Коликов, «Сургутинтерновости». Скоро в эфире «Сургутинтерновости» готовится запустить новые телерадиопроекты. Идеи наших журналистов, направленные на профилактику экстремизма, поддержали в администрации муниципалитета. Программа под названием «Сказки народов Югры» будет выходить на канале «Сургут-24». Ее героями станут маленькие жители нашего города, которые будут знакомить зрителей с фольклорным раз, фольклором разных национальностей. Еще один проект «Единая планета» можно будет услышать на волнах первого автомобильного на 103 Трефе. Проект этот в скором времени стартует на авторадио «Сургут». Он направлен на гармонизацию межэтнических отношений, будет рассказывать о том, как общаться с людьми разных национальностей и культур, что входит в их обычаи, что принято у них кушать, что принято им дарить. В России стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России». До 30 ноября сургутяне могут выбрать аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос, один аэропорт, одно имя». Для нашего аэрогавани в шорт-листе Ермак Тимофеевич, Салманов Фарман Курбан Аглы и Александр Филипенко. Голосование идет сразу несколькими способами. На сайте «Великие имена России РФ» анкетирование в общественных местах на борту самолета по телефону «Горячей линии». На сайте уже зарегистрировано 2500 голосов. Это очень неплохой результат по сравнению со всеми голосами. Мы идем в пятерки голосующих городов. Примерно Нижневартовск чуть-чуть похуже нас. 1600 на сегодняшнее утро проголосовало. Наконец, с золотом Екатерина Бижан вернулась с победой в Кубке России по тайскому боксу среди взрослых. Турнир проходил в Нижнем Новгороде. Победа была долгожданной. Екатерина прошла через несколько травм, которые ей мешали подняться на высшую ступень. Из последних – повреждения плеча. Было долгое восстановление. Я ходила три недели в гипсе. После этого еще на физиолечение ходила, ЛФК. Разрабатывали плечо. Так как если еще раз вылетит, то можно поставить крест на спорте. И поэтому очень тщательно к плечу отношусь, ощущая его, чтобы не было каких-то болевых ощущений. И на данный момент, в принципе, уже работаю в полную силу, в полной отдаче. Победа на Кубке страны обеспечила Екатерине Бижан путевку на чемпионат России по тайскому боксу в начале 2019 года. У юниоров же в то же время в Нижнем Новгороде проходил Кубок Содружества. Бронзу на нем взял Элемби Олимбиев, золото у Руслана Гараева и Зараника Мадосяна. Заранику 16. Уже 10 лет он занимается тайским боксом. По словам спортсмена, на ринг выходил спокойно. Опыт подобных соревнований уже есть. В финале был уверен в своей победе над представителем Москвы. Своих воспитанников поддерживал тренер Вячеслав Мамонутов. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. До свидания. В один из морозных вечеров ноября прошло самое теплое и яркое событие года – цветочный бал. На праздники молодости и красоты можно было не только приятно провести время и насладиться прекрасным, но и узнать о новинках в мире омоложения. А косметология сегодня уделяет внимание не только женщины. В наше время, когда косметология на самом деле – это равно здоровье, потому что это внешние показатели, демонстрация, в первую очередь, здоровья человека, здоровья и красоты. И к мужчинам это относится в равной мере. Это важно и, наверное, этим нужно уметь пользоваться и заботиться и об этой части нашего внешнего здоровья тоже. Эксперты, в свою очередь, уверены – эта сфера только в начале своего развития. В будущей косметологии, конечно же, за аппаратными методами. И очень скоро в Сургуте под моим руководством откроется клиника продления молодости, в которой можно будет безоперационным способом, без инъекций пройти потрясающее по своим результатам омоложение, убрать сосудистую сетку, поработать с растяжками, сделать лазерную блефоропластику. Все это без операции, без болезненной, без периода реабилитации. Все это умеет уникальный лазер фотона, который был представлен широкому кругу на прошедшем вечере. Позволяет восстановиться после родов, позволяет женщине восстановить свою женскую суть и ту силу, которой она обладает. И, конечно же, позволяет наслаждаться этим процессом как самой женщине, так и ее партнеру. Эффект мгновенный, плюс нарастающий. Процедура абсолютно безболезненна, выполняется без анестезии. И самое важное для наших клиентов – процедура проходит без реабилитации. Для всех желающих пройти процедуру на волшебном аппарате одними из первых, открыта запись в резервах по телефону 50-01-18. Мне хочется пожелать, чтобы косметология нам только помогала. А Голберг – это косметология будущего. Обязательно всем поможет свою молодость продлить. Танец – это история жизни. Вы готовы продлить свою историю? Продлить танец своей молодости. Идеальная обувь на любые холода. В магазинах «Жета» новая коллекция удобной, стильной и качественной обуви. Комфортные цены. Действует дисконтная система. Кировская меховая паблика. Шубы вашей мечты. 17 и 18 ноября в ТЦ «Клубника». Второй этаж. Улица 30 лет Победы, 50. Кухни, спальни, детские шкафы, купе, мебель для офиса. Удивительно низкие цены. Торговый дом «Евро-офис». Улица Островского, 26, 3. Телефон 510-210. Ювелирный салон «Ринго» представляет обновленные коллекции «Кристалл», «Грёзы», «Бриджс». Необычные формы и неповторимые дизайнерские решения завораживают. Цены официального сайта завода-изготовителя и работа на собственных площадях дают преимущество от дополнительных скидок. «Ринго» выбирайте лучшее для любимых. Декабристов 9А. Хотите почувствовать себя звездой? Коралки-бар «Спой-птичка» приглашает в гости всех, кто идет с песней по жизни. Уютный зал на 60 мест, танцпол, разнообразные блюда, напитки и, конечно, любимые песни. Принимаем заявки на новогодние корпоративы. Звоните 97-21-97. С любимыми не расставайтесь. С друзьями почаще встречайтесь. И праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33-55-00. Хм, что ты загадаешь, если прямо сейчас поймаешь золотую рыбку? Квартиру загадаю. За городом. И не в высотке, а в малоэтажке. С видом на лес и свободной парковкой. А ты? Ну, такое мое желание уже исполнил Сипромстрой. Никаких золотых рыбок. 1 миллион 750 тысяч рублей. И вы, владелец готового жилья в поселке Дорожный. В 15 минутах от города. Подробности в отделе продаж компании Сипромстрой. Улица Тюменский тракт. 2-1 телефон. 600-190. Компания Сипромстрой. Добро пожаловать домой. Здравствуйте. Информация о погоде на 15 ноября. В студии Айгуль Кунахович. Новый Киа Сит. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа. На нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды Киа-Центр Сургут. Официальный дилер Киа на нефтьюганском шоссе 62-2. Через юг Тюменской области проходит атмосферный фронт, доставляя в регион шлейф облачности и небольшие чаговые снегопады. А к северу под влиянием антициклона проясняется, но мороз усиливается. Сегодня днем в Сургуте окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер с северной четверти 3-8 метров в секунду. Температура воздуха минус 6-11, а вечером похолодает до 20 мороза. Домашний погребок расширяет ассортимент товара. Мялкие и прессы для винограда, бочки и стеклотара, дрожжи и натуральные ароматизаторы для изготовления праздничных напитков. Домашний погребок. Торговые центры Агора и Богатырь. Ищите подарок? Сертификат от магазина «Домашний погребок». Удачные решения. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, атмосферное давление составит 774 мм ртутного столба. Как? Как? Ну как? А вот так! Облегченные цены на трусики «Памперс». Скидка 41%. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам хорошего настроения и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!